Девушки отдыхают Аукцион мы проводим уже на протяжении 7-8 лет, где-то 12-13 года Просто просили майки, просили что-то расписать В принципе, я не задавался вопросом, для чего они это делают Я понимал, откуда это, кого они представляют Просто помощь, нам не нужны никакие лавры, ничего Просто спасибо, дети нам сказали Мы видим радость в их глазах, счастье Для нас это тоже счастье, что мы кому-то помогли как-то в рамках наших возможностей Предлагаю вспомнить несколько событий Ну что, друзья, с нами на связи генерал Никита Баженов Никита, привет Да, ребят, привет, Сереж, привет В целом, в целом тот матч для тебя каким остался? Многие люди, они хотят помогать Но у них либо нет и на это времени, либо они как-то-то и стесняются Им проще доступа отдать деньги людям, которые действительно в этом разбираются И понимать, что деньги пойдут по назначению Эту футболку я вот от себя отрываю И мы ее выставляем на благотворительное аукцион Все вырученные средства с этой футболки пойдут на благотворительные дела На благотворительность, на помощь Ну и надеюсь, мы сделаем вместе с вами, как я уже сказал, мир немножечко добрее Мы соскучились, мы постараемся максимально его насытить Чтобы вы посмотрели, вы кальфанули И, соответственно, поставили лайк Погнали дальше Как вы уже поняли, выпуск у нас посвящен нашим друзьям Благотворительному фонду «Красно-белое сердце», которым исполнилось 10 лет Выпуск также будет посвящен событиям, воспоминаниям Что сейчас модно, вы все выкладываете у себя в инстаграмах События там 10-летней давности, 5-летней давности, 2-летней давности Поэтому мы в этом выпуске также поспоминаем события, которые были с нашим клубом С нашей трибуной в Нужниках И, возможно, в этом выпуске еще будет один небольшой сюрприз для вас Так как история у нас связана с благотворительностью И вообще всем, кто занимается благотворительностью все это время Кто сейчас занимается волонтерством Дим, что так опущена камера-то? Нормально Помогает пенсионерам, малым ищим семьям, детям, детским домам Вы огромные молодцы Это действительно заслуживает большого уважения Так что, братва, ставьте лайк Все равно дома делать нечего Поэтому, думаю, сил-то и времени поставить лайк хватит Обязательно напишите комментарий какой-нибудь Чем вы сейчас занимаетесь Ладно, меньше слов, больше дела Поэтому, братва, настраиваемся на бодрый лад Завариваем чайку Наливаем стаканчик пенового Варим креветки Садимся поудобнее И начинаем смотреть Вспоминать Делиться эмоциями И все будет у нас хорошо Антон, расскажи, пожалуйста Как, возможно, помнишь ли ты Ваши первые акции, которые начинались После того, как принято было решение создания фонда Ну, после того, как мы получили документы о регистрации фонда Мы придумали первую нашу акцию по сбору средств И она же, как бы, и была приурочена к открытию фонда Это турнир «Карстное белое сердце» Сейчас он является уже фестивалем полноценным Да, там, благотворительным, спортивным А тогда это был все же турнир среди 16 команд На турнире все очень было, так сказать, душевно И собранные средства мы направили на Покровский детский дом И когда мы туда приехали, вот, с первой акции А сочи здорово-душно встретили директора и учителя И у нас завязался, так сказать, диалог достаточно такой добрый Домашний, да, такого, так сказать, теплого Теплый такой И мы продолжили туда ездить Первые, вот, наши все акции, там, восьмой, девятый год Это были в первую очередь Покровский детский дом И, естественно, как бы, первая акция фонда Действительно была именно туда Никит, привет! Привет, братья! Для тех, кто не знает, Никита, это президент Владимирного фонда Красно-Белое сердце Никит, поздравляю вас уже с прошедшим десятилетием Десять лет, большая дата Ну, спасибо за поздравления Насколько я помню Это все происходило Долей на день рождения у Жени Жетона Евгения Сельменева С Молд Паби Ко мне подошли Олег Васильев, Антон И за беседу предложили Встать, поздравить Наш предварительный фонд Который, как вот, собирались сделать Ну, и мне, конечно, очень было приятно задавить Я взял небольшую паузу Согласился И, собственно говоря, вот так все это произошло Антон сказал, что сейчас деньги пойдут Все вырученные деньги пойдут на борьбу с этой кандемией Да Какие-то на этот год Стали ли у вас цели и задачи Потому что, я так понимаю, и турнир Фестивальный, красно-белое сердце Да, будет перенесен Ну, конечно, никто же не ожидал Еще несколько месяцев назад Никто не думал, что такая ситуация возникла Вообще, конечно, все планы поменялись Но это тоже, я считаю, что на помощь Людям, да, и с пандемией Это очень важно Поэтому, конечно, да, так и будет Наши друзья из фонда Красно-белое сердце За 10 лет провели более 130 акций И собрали более 15 миллионов рублей Также хочется выразить огромную благодарность всем тем Кто помогает не словом, а делом Как вы знаете, большая часть собранных средств Это благодаря аукционам, которые проводятся в Инстаграме у парней Благодаря аукционам, которые проводятся в Инстаграме у парней А в частности, это игровые футболки нашей команды Так вот, хочется сказать огромное спасибо нашим игрокам Нашему клубу, кто помогает Кто дает ребятам эти футболки Ребята выставляют их на аукцион Огромное спасибо вам, кто их покупает И все вырученные средства идут на благотворительность На помощь людям Так что давайте пообщаемся с Артемом Реброуд И продолжим наш выпуск Не переключайтесь Так, друзья, добрался до Артема Артем самоизолировался, так скажем, за Москвой Фонд Красно-белое сердце Насколько мне известно Ты с ребятами с года, наверное, 2012 Так скажем, в теме Начали помогать активно Аукционы ребят начались в 2013 году Сейчас ты пришел к тому, что открылся свой бедерин фонд Скажи мне, вообще, что для тебя благотворительность? Наверное, Красно-белое сердце где-то стало примером Потому что мы начали общаться Ребята просто просили майки, просили что-то расписать В принципе, я не задавался вопросом, для чего они это делают Я понимал, откуда это, кого они представляют Те, кто нас поддерживает, скажем так, напрямую И просто отдал майки Потом начал втягиваться в этот вопрос Интересно стало, чем занимается Как это все устроено И, наверное, это был пример того, что этим можно заниматься любой Поэтому у нас после этого как-то отношения завязались, можно сказать, от сотрудничества То есть я старался помогать Потом ребята уже моему фонду помогали И сейчас это такой совместный какой-то То мы им, то они нам стараемся друг другу помогать Потому что понятно, что один человек что-то делает хорошо А когда все вместе, и чем больше любят, тем больше можно сделать Гош, как же сказал Антон, да, помимо футбольных, да, турниров Помимо аукционов благотворительных Мы еще можем с тобой поговорить о турнире памяти Турнир памяти, который с 2007 года, да, уже каждый год Проходит тоже на полях Раньше там в Лужниках проходил На НЕТА, в Академии Ну, что касается самого турнира Это для нас очень важное событие Потому что мы не просто проводим футбольный турнир А мы помогаем, мы на нем собираем средства То есть средства за участие Собираем для родственников погибших болельщиков В 1982 году в Лужниках, да, все знают, что произошла страшная трагедия И так получилось, что многие родители остались без своих единственных детей И сейчас им некуда помочь, им нужна помощь И как они нас называют, вы наши дети Теперь все наши дети, да, и вы нам Вам большое за это спасибо Мы очень ответственно к этому мероприятию походим Это действительно такое, я бы сказал, международное мероприятие Потому что не только команда из России участвует Участвуют команды из Западной, из Восточной Европы Очень много мы собираем средства с команд болельщиков за участие Но помимо этого мы еще продаем сувенирную продукцию Продаем какие-то там такие редкие, может быть, лоты тоже обязательно проводим Все выручные деньги мы отдаем родителям, ну, родственникам, родителям погибших Они между собой перераспределяют, потому что, ну, возраст, сами понимаете Своей трагедии прошло очень большое количество времени Многие люди, они хотят помогать, но у них либо нет на это времени Либо они как-то и стесняются, им проще просто отдать деньги людям, которые действительно в этом разбираются И понимать, что деньги пойдут по назначению То есть тут разные тоже формации, разные виды Так получилось, что у меня есть на это время, есть на это желание И я рад, что могу сам помогать И плюс помогать людям, которые хотят помочь, чтобы их деньги шли на помощь другим А что касается детских домов, больниц, там, пациентов, которых я вижу С одной стороны, конечно, жалко их, да, по-своему Но хоть это плохое чувство жалости, хочется им помочь Но когда что-то действительно получается, когда делаешь кому-то операцию, да Или собираешь какую-то сумму определенному человеку, это ему помогает Чувствуешь какую-то радость, ну, не знаю, может самореализацию по-своему Что ты не просто живешь на этом свете, да, там, кайфуешь один Но еще помогаешь тем, кто рядом с тобой Когда вы даете футболисту игровые свои футболки И ребята их выставляют на аукцион Футболки уходят за очень хорошие суммы То есть и 30 тысяч, и 50 тысяч рублей Хочу сказать в том, что вы огромные молодцы Потому что даже отдав свою футболку На которой там кто-то ее купит И эти деньги пойдут на благотворительность Это очень большое дело Ну, опять же, я один ничего не сделал, так же, как и ты А вместе мы всеми силами, там, будь это Красно-Белое Сердце Там, своими глазами, еще какие-то фонды все вместе Мы можем большое дело сделать И поэтому те майки, которые действительно мы даем Многие люди даже, они, может быть, понимают, что они дают больше Они специально говорят, давай еще больше То есть они понимают, что деньги идут на помощь Поэтому молодцы ребята, что делают такие акции Будем стараться Друзья, поскольку выпуск посвящен, как я уже сказал нашим друзьям Мы с благотворительным фонда Красно-Белое Сердце Мы решили добавить немножко частички нашего доброго дела И у меня есть такая замечательная футболка Футболка нашей любимой команды с автографами игроков Эту футболку я вот от себя отрываю И мы ее выставляем на благотворительный аукцион Значит, какие условия? Нужно будет подписаться на парней в Инстаграме На Красно-Белое Сердце Инстаграм вы увидите в описании Либо сейчас здесь он появится на экране Там будет пост выставлен с этой футболкой Ну и соответственно все условия также будут написаны Даже шмель сейчас прилетел И хотел эту футболку уже забрать, но мы не отдадим Ну что же, все вырученные средства с этой футболки Пойдут на благотворительные дела На благотворительность, на помощь Ну и надеюсь, мы сделаем вместе с вами Как я уже сказал, этот мир немножечко добрее А сейчас, дорогие друзья Я предлагаю вам перейти и подписаться Не терять время в Инстаграм парней И прочитать условия конкурса Ну что, друзья, пока весь Инстаграм пестрит в воспоминаниях Как мы пришли за золотом логового рога Фратрия выкладывает у себя в соцсетях Золотые составы нашего чемпионского Спартака Вы должны угадать, кто там на этой фотографии находится Также, судя по вашему Инстаграму Вы вспоминайте выезда, на которой мы ездили Кутили, гудели, шизили, побеждали И действительно, все это сейчас кажется каким-то сумбуром Потому что мы только это можем сейчас вспомнить А новых таких эмоций мы не получаем, к сожалению Очень жаль, что так получается Поэтому нам остается только вспоминать И верить в лучшее, что скоро-скоро И мы снова вернемся на стадион И уже будем, как говорится, в полной грудью дышать Потому что для нас, для болельщиков, все-таки Кто бы что ни говорил, кто этого не понимает Для нас футбол это как, ну, вообще Это как половина, половина человека То есть есть половина там семьи И есть вот половина любимой команды Поэтому сейчас очень тяжеловато без футбола Что ж тут скрывать Сейчас будет несколько нарезок Насладимся теми эмоциями И продолжаем этот выпуск, друзья, мы по вам соскучились Постараемся максимально его насытить Чтобы вы посмотрели, вы кайфанули Вы поспоминали и, соответственно, поставили лайк Погнали дальше Совершенно один Передача, гол! Маковцы выходят вперед Никита Баженов, 1-0 Ну что, друзья, с нами на связи Генерал Никита Баженов Никита, привет! Да, ребят, привет, Сереж, привет! Как ты живешь? Как карантин сейчас проходит у тебя? Находимся дома, то есть по закону То есть там иногда выезжаем там на дачу С кем мы хотели пообщаться То есть общаемся, как вот мы с тобой То есть это очень сейчас Что сейчас футбол в твоей жизни Особенно заявлен за Долгопрудный Да, все верно Футбольный клуб Долгопрудный Мы играем в второй лиге Так скажем, передаем опыт Более молодым нашим товарищам Вот и положительный, и отрицательный Чтобы они понимали, что происходит Что будет их ждать Сейчас что для тебя Спартак? И можно ли тебя назвать болельщиком Спартака? Следишь ли ты за Спартаком? Как вообще у тебя Спартак в твоей жизни? Какое место занимает? Слушай, ну как бы вопрос он Как бы уже давно его задали Я давно на него уже ответил Как бы даже если моя жизнь Не соприкоснулась бы с Спартаком Я в плане профессионально, да Карьерный или такой как рабочий Так сказать Я не стал бы спортсменом То есть я всю жизнь там болел за Спартак То есть это всем известно То есть ничего не меняется Не знаю, любовь на всю жизнь Наверное, одна у кого-то бывает по-другому Но в данном моем случае Конечно, слежу, стараюсь следить В принципе, конечно, езжу там на матчи Периодически там меня приглашают И клуб, и сами мы ездим Поэтому я слежу, да Те годы, когда ты играл за Спартак Были моменты, когда вы могли стать чемпионами Вот, и очень жалко, что тогда Вы нас не порадовали этим событием Что мешало тогда Спартаку Не будем вспоминать В Раменском игру Ага Вот Что-то вообще мешало тогда Спартаку Да не, можно вспомнить То есть нет никаких там у меня каких-то То есть я могу сейчас видео показать Это, нет? Да, показываю без проблем То есть, ну что теперь Это же спорт, он же как и жизнь То есть кто-то делает ошибки Кто-то не делает Если ты там Если ты ничего не будешь делать Ты ошибки не будешь делать Поэтому Я понимаю, что Все было, все есть Не думаю, что там Именно эта ситуация там в Раменском повлияла То есть это вкупе Все равно чемпионат состоит из многих В целом, конечно Не один матч же является Конечно Запоминаются эти вещи Или там какой-то там момент Как с тем же голом про ЦСКА Да, но Мы не будем забывать Что мы на том В том чемпионате Мы заняли там Восьмое место То есть мне этот гол ЦСКА в принципе Да, он конечно крутой Да, там Для большинства там Болельщиков Там для меня Обычно Я помню, что мы заняли Какое-то, блядь, хуевое место Если так можно сказать Вот Для меня это важно То есть не сам факт гола То, что мы место заняли А если брать Что с Сатурном Конечно Не реализовав тот момент Если я не ошибаюсь Ты про это То, конечно Да, да, да Могло повернуться Так все иначе Но могло и не повернуться Я не знаю Никит, ну если уж Говорим о Ну, вспомнили тот матч ЦСКА Для нас это очень памятное событие Потому что Спартак С 2001 года Не мог обыграть наших Так скажем Главных, да Соперников Спустя семь лет Нас очень сильно травили кони И семь лет без побед Заряды во время матча Тот матч в Лужниках Для тебя Если у тебя сейчас те эмоции Наверняка присутствуют И ты их можешь вспомнить Гол мы обязательно Твой покажем В целом В целом Тот матч Для тебя Каким остался Плюс Плюс Еще один раз Безупречное Выполнение Плана на игру Да, План Это конечно не казист План Эта игра Явно вторым номером Но она сегодня Принесла результат А победителей Не судят Тем более В такой день Поздравляем Спартаковских болельщиков С тем Что они теперь имеют Хочем Они так долго ждали Победу На ЦСКА Пульте первую За семь лет Глиц Кто-то верил Кто-то готовился Молодцы ребята Молодцы 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 Слушай, ну они всегда Какие-то исключения Исключительные матчи были То есть когда они За рамки чемпионата Всегда выходили Это дерби ЦСКА Наверное Для болельщиков Это в первую очередь Такая лакмусовая бумажка Оно всегда было Таким-то праздником Определенным То есть На тот момент Конечно Когда там забили Когда мы победили Когда мы эту серию Прервали О которой ты говоришь На нас это все Конечно давило Мы все прекрасно Понимали Помним Ну какое-то счастье Радость Наверное Облегчение Определенное Когда-то любые серии Заканчиваются И это к сожалению Долго длилось Я понимаю Это очень долго Очень Потому что Как бы сейчас Радоваться тому Что блин Мы 7 лет Не могли Обыграть Наших Конкурентов Да Это как бы Странно И сейчас радуется То что О мы выиграли Нет 7 лет Это долго Правда Надеюсь Такого больше не будет Ты же понимаешь Что Именно В этой истории Понятно Ты сейчас можешь сказать Что это все-таки Вся команда Приняла участие Но именно Твой гол Стал таким Роком Для коней И они Перестали Перестали Нас травить По поводу Этого Беспобедного Времени Поэтому Хочется сказать Огромное спасибо За Тот матч За ту комбинацию Да Это незабываемо Сам вечер Это город Я помню даже Ощущение в городе Может это мое ощущение Потому что Давай не будем скромничать Как бы Спартаковских болельщиков Их больше Да Конечно По факту То есть Пусть никого Это не обижать Но это так Вот поэтому Весь город был Как бы В красно-белых То есть ощущение Чемпионства Если так можно сравнивать Знаешь Такое локальное То есть Понимание того Что что-то такое большое Произошло Но это было круто Поэтому за это Вам еще раз Спустя уже время Огромное Треша Спасибо Да Можно скромно сказать Это была моя работа Но Также Ты же знаешь Можно и миллион Вспомнить моментов Когда я Какие-то вещи Которые мог сделать Не делал Слушай Ты мне так скажи Сезон Возобновляется Допустим Не этот Так следующий Не суть Мы входим В привычный ритм жизни Спартак играет Каждые выходные Мы получше Ездим Болеем за него И У тебя Получается Выходной Спартак играет Дома На открытии И мы тебя приглашаем Прийти на трибуну Придешь? Да С удовольствием Ну вы же за воротами слева То есть Центральная трибуна Ну блин Да Это конечно Там перформансы Сумасшедшие Вы готовите Прям Я всегда Прям Мне весело Да Я люблю такую штуку Почему нет Зовите Вообще Вообще Если уже заговорили О нашей трибуне Топ Или не топ Ну понятно Что скажешь топ Но в целом Что тебе нравится У нас на трибуне Реально Ну вы крутые Что говорить Ребята Ну я не знаю Просто ты смотришь Наслаждаешься тем Как в театре Как в театре То есть Это какой-то И причем Помимо Театра То есть Здесь Количество Народу В разы больше Это какая-то Определенная энергетика И ты еще понимаешь Что это все твои То есть Ты как бы Причастен к этому В комментах Хотели бы увидеть Никитоса Генерала Баженова У нас на трибуне Обязательно Открывай свой инстаграм Обязательно Открывай свой инстаграм Желающих Тебе написать Какие-то слова Благодарности У меня есть инстаграм Он открытый Просто Ссылку мы делаем Сейчас вот здесь Ну ладно Давайте Ссылку на тебя Мы оставляем Подписывайтесь На Никиту Я думаю Что Тебе реально Будет приятно Пообщаться с болельщиками Потому что Сейчас мы Через экран Передаем Да Слушайте Да Если что-то напишите То есть Будет время Я с удовольствием Отвечу Спасибо тебе огромное За то Что мы с тобой Вышли на связь Спасибо тебе огромное За то Что ты сделал Для Спартака Вот Желаем тебе удачи И не болей Береги свою семью И будь с нами Все Сереж Спасибо вам тоже Берегите себя Увидимся на футболе Обнимаю Ну а мы с тобой Будем поддерживать Все Давай Старик На связь Все Ну что друзья Вернемся К основной теме выпуска Это Благодарный фонд Красное Белое Сердце Который ответил Своё десятилетие И с нами Александр Филимонов Чуть ли не постоянный Активный участник Этого фонда Александр Приветствую вас Добрый Добрый день Только что мы смотрели Кадры Дерби В 2007 году Когда Спартак победил Спустя 7 лет До этого Спартак побеждал В 2001 году Если вы помните Этот матч Тогда Василий Баранов Забил со штрафного Да Помню Да Помню Конечно Как думаете Что не хватало Потом в течение 7 лет Спартаку Обыграть ЦСКА Потому что В вашей Вашей истории Вы очень часто Обыгрывали армейцев Потом вот 7 лет засухи Как вы думаете Ну я думаю Что утеряны были традиции Да И к сожалению Тот победный дух Который Был Там на протяжении 90-х годов Там 80-х годов Да Конец 70-х Вот Он к сожалению И прервался Ну поэтому Ну и ЦСКА Было на подъеме Это тоже нельзя Сбрасывать со счетов Но в первую очередь Я думаю Что вот Беда в том Что В команде были Ну происходили Большие изменения Да Которые К сожалению Были Направлены Не в лучшую сторону Ну вот Касаемо 90-х Еще раз Хочется вам сказать Огромное спасибо За те золотые времена Потому что Действительно Командеха была Угуго И Громила всех Всех и вся Александр Вернемся Тогда К теме Нашего Благодарительного фонда Скажите Как давно Фонду Успомнилось 10 лет Начали они Чуть раньше Свою активность Как давно И как вы Пришли к тому Что стали Помогать ребятам И стали Активным участникам Наверное 15-й Конец 15-го Вот Но тут не только Помощь Помощь взаимная Потому что Я чем-то помогаю И Фонд помог И началось С того Что Как раз Фонд помог Да У супруги Подруга Болела Серьезно Да Онкология Была И Для того Чтобы Найти деньги На операцию Пришлось Проводить Акции Одна из акций Было Выставление на аукцион Свитера Вратарского Моего Вратарь Вратарь Какой-то Вот Этому Делу Да Удалось Найти Какие-то Финансы Для того Чтобы Как-то Помочь Да Расскажи мне Наверное Об эмоциях Вообще Директоров Детей Когда Все То что вы делаете Естественно Для них Это прям Что-то Что-то Нечто Им очень приятно Что-то из последнего Такое яркое У тебя отложилось В сердце В душе Эмоции Ну Просто Помощь Нам не нужны Там Никакие лавры Там Ничего Просто Спасибо Дети нам Сказали Мы видим Радость В их глазах Счастье Ну Для нас Это тоже Счастье Что мы Кому-то Помогли Как-то В рамках Наших Возможностей Другие Тоже Детские Дома Абсолютно Так же Реагируют На нас Детям Нравится Понятно Что делать Первые поездки Они всегда Трудные Потому что Мы притираемся К друг Другу И Есть Какой-то Барьер Но Уже Когда мы Второй Третий Раз Приезжаем Мы Стараемся Часто Навещать В принципе Они уже Привыкают К вам Они уже Привыкают Там Такие Уже Ребята Приехали Там Как дела Там Так Далее Там То есть Им Интересно Пойдемте Футбол Поиграем Пойдем Шашлыки Пожаем То есть Мы Взаимодействуем По полной Не только Пришли Если вдруг Кто-то Из выпускников Приехал На хоккей Гош Сколько По времени Вы собирали Денег И сколько Денег Нужно было На ремонт Спортивного Зала По времени Это Заняло Четыре Года Не без Участия Наших Спонсоров Не без Участия Болельщиков И подписчиков Спартака Подписчиков В наших Социальных Сетях А денег Ушло На ремонт Этого Зала Два Миллиона Рублей Мы Там Сделали Специальное Покрытие Как раз Для игры В голбол Чтобы дети Могли Развиваться Они Успешно Сейчас Выступают На Всероссийских Соревнованиях Это Очень важно Для нас То, что Мы не просто Им Дали возможность Где-то Побегать А дали возможность Профессионально Развиваться Они получают Гранты Они играют И это Очень круто Так, ну что Друзья С нами Татьяна Заместитель Директора По учебной Работе В школе Гориллов Яме Татьяна Здравствуйте Здравствуйте Сергей Скажите Пожалуйста У нас сейчас Стандартный вопрос В нашем выпуске Как проходит Ваша изоляция Как проходит Изоляция детей Как это время Переживается Ну сейчас Все дети Находятся Дома Обучаются Дистанционно Дети-сироты Находятся В школе С ними Работают Педагоги Медицинский Персонал И персонал По обслуживанию Так что Работаем Полный Контроль Конечно Конечно Да Педагоги На работу Приходят Только чисто По графику То есть Никаких Контактов Везде Изоляция Ну так Как по всей Стране Только что Мы общались С ребятами Из фонда Красно-белое сердце И они Рассказали О открытии Зала Спортивного В вашей школе Если вы Помните Тот день И если вы Помните Эмоции Детишек Расскажите Пожалуйста Что это было Для вас Это событие И как вы Вообще С ребятами Общаетесь Сейчас И как Было тогда Когда они Пришли с предложением Сделать ремонт Ну вы знаете Все началось Конечно Не со Спортивного Зала Еще В 2012 Году С ремонта Тренажерного Зала Зала ЛФК Когда Фонд Красно-белое сердце Откликнулись На нашу просьбу С нами Сотрудничать И помогли Финансово Помогли Самим Ремонтом Они приезжали И приезжаете Да То есть Ежегодно Несколько раз В год Общаетесь С детьми Играете Привозите Посильную Помощь И вот После ремонта Тренажерного Зала Была Отремонтирована Крыша На Спортивным Залом И актовым Залом А это Большие Деньги То есть Это Помощь Огромная Именно с этого Начался ремонт Спортивного Зала Потому что Все там Протекало Было очень сыро Холодно Плесень Ну Градусов Наверное 5-8 Было Зимой Спортивном Израиле Да Обалдеть Да Было очень холодно Потому что Окна были худые Совсем Окна Огромные После вот этого После встречи С фондом Красно-белое сердце Было принято решение Зал ремонтировать Были заменены Окна Далее Что у нас У нас был косметический Ремонт 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 Потолка Роспись Стен И ремонт Пола Пол был Специальный Специальный Для занятия Галбола Это для детей Незрячих Вот мы В результате Получили Светлый Уютный Спортивный Зал Конечно Был восторг Неописуемый И детей И взрослых Приходили туда Как на экскурсию Пока шел Ремонт И было Очень замечательное Открытие Фонд приехал С подарками Открывали Перерезали Ленточку Были Все счастливые До безумия Просто Конечно Не у всех Есть такой Спортивный Зал Как у нас Я скажу Особенно Для наших Детей Детей С ограниченными Возможностями Здоровья Где стало Тепло Уютно Светло И просто Приятно Даже Дети Стремятся На физкультуру Каждый ребенок Будет Получить Это тепло От вас Это тепло Было получено Вот за это Огромное спасибо Спасибо вам И я надеюсь Что Скоро Пандемия Это все Закончится Все у нас Стабилизируется Все будут здоровы И обязательно Приедем к вам С визитом И Встретимся Мы очень Спасибо вам С праздниками И до новых По всему миру Очень активно Помогает В том числе Наш фонд Сейчас Перебазировал Свою активную поддержку Малоимущим Семьям Как это обычно И происходило В течение 10 лет На борьбу С пандемией Фанаты Фанаты Участвуют Не только В каких-то акциях На стадионах Честно говоря Фанаты По большому счету Занимают Активную Гражданскую позицию И Многие вещи В стране Происходят С какой-то Их подачей Я не могу Сказать Что всегда Это В плюс Но Есть много Хороших вещей Которые Фанаты делают Опять же Повторюсь Потому что Это организовано Это Сообщество Которое Активное И Участвует В жизни страны Скажем так Поэтому Это ожидаемо Это ожидаемо И то что Фанаты поддерживают Кого-то Как-то И Если это происходит То это Это нормально Это В принципе Мы должны Друг другу Помогать И для меня Всегда была Загадка Я не знаю Какое будет Ваше мнение Но На протяжении Десяти лет Делать Добрые дела Это действительно Большой срок Не останавливаться Плюс Ваша помощь Огромная Ваши Футболки Какие-то Еще Там Памятные Подарки Которые вы Отдаете На аукционы Аукционы Приносят Большие деньги Ну Я думаю Что Десять лет Это Небольшой срок Я думаю Что В принципе По жизни Человек Человек Должен делать Добрые дела Поэтому Это нормально И Я думаю Что Десять лет Это Небольшой срок И Я думаю Что Это Все только Начинается Да Да Все только Начинается Скажите Как Как у вас Вообще Дела Честно Дел Очень много Но я Не в плане В плане Я сейчас Занялся Учитывая Что Такое Повелось Время Много Свободного Занялся Можно сказать Так Научной Научной Деятельностью И сейчас Обоснованием Да Обоснованием Технических Моментов Вратарской Игры Именно С точки Зрения Каких-то Естественных Наук Там С физики С математики С геометрией Да Очень неплохо Александр И честно говоря Очень Погружаюсь Погружаюсь Настолько Так Глубоко Да Что Чем 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 Больше Я узнаю Да Тем Понимаю Насколько Мало Я знаю Да Какой Еще Там Вершины Какие Есть Там Познание Вот Поэтому В ваших Начинаниях Мы Я думаю Со мной Все зрители Согласятся Желаем Огромной Удачи Самореализации Продолжайте Учить Молодых Вратарей Тому Что показывали Вы Потому что Я до сих пор Восхищаюсь Спустя столько Время Когда мы Приезжали На тот же Кубок Легенд Когда мы К вам Приезжали На прощальный Матч Долгопрудный Вас Энергия Внутренняя Как вы С каким Азартом Орете На защитников Как вы Им пихаете По делу Это Заслуживает Реально Только Восторга Поэтому Александр Оставайтесь Таким же Эмоциональным Человеком И конечно же Конечно же Сейчас вы Пройдете Всю эту дорогу Станете Профессионалом В тренерском Искусстве И конечно В Спартак Надо будет Прийти Со временем И Передать Все эти Традиции Золотые Нашей команде Надеюсь 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 Ну есть Да такие мысли Александр Сейчас вот дорога Ну конечно Я Не конечно Конечно Спартак Это может Любимый клуб И конечно Тренировать В этом клубе Да Это Ну Желание Есть Знаете Как Не все От меня Зависит Но желание Такое Есть И если Будет Какого-то Предложения То конечно Оно будет Принято Александр В последнем Нашем В нашей Последней встрече Вы сказали Что вы не так Часто ходите На футбол И если Мы вас Пригласим На Спартак То вы Обязательно Придете Все в силе Остается Да Все в силе Да Но даже Я уточню Что я не то Что Не часто Я вообще Не хожу На футбол Потому что Очень много Очень много Работы И У меня Времени Очень мало Свободного Я думаю Найдем Найдем Время Фонду Всяческих Успехов Да Чтобы Дело Которое Уже Десять лет Длится Да Оно Не заканчивалось Да И оно Разбивалось Как можно Больше Так же Помогает Фонду И вместе Я думаю Мы сделаем Добрее Лучше И У всех Все будет хорошо Александр Спасибо вам большое На связи Ждем 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 На трибуне Александра Спасибо Доброго Счастливо С праздником С праздником И вас Спасибо большое До свидания Ну Привет Привет всем Соответственно Да И пожелание В данной ситуации Самое главное Это берегите себя Такая На самом деле Серьезная беда Пришла В наш дом И В нашей стране И в мире По поводу Помощи Мы всем Говорим Огромное спасибо За любую помощь Понятно Что сейчас Будет Достаточно Сложно И вообще Людям И по заработкам И по всему остальному Поэтому Не сразу говорю Любой Помощью Мы будем Признательны И Благодарны вам И Ну а еще раз Говорю привет Огромный Всем Моим Друзьям Близким Всем Красно-белым И не только Отдельный привет Моему любимому Сыну Владу Вашему фонду Я желаю Прочветания Побольше Добрых дел И чтобы Все ваши дела Не остались Незамеченными И Побольше вам Успеха И здоровья Да ну спасибо большое Но я так Тебе поправлю Извини что Не особенно мне Это на самом деле Огромное спасибо Все волонтерам Ребятам Кто Работает в фонде Хочу еще раз Заметить Это все безвозмездно Все это От чистого Сердца Люди делают Вот Это их Огромная заслуга В первую очередь Я поэтому От души Всех Хочу поблагодарить Вот И спасибо большое Вам Сколько у вас Такой быстрый вопрос Сколько у вас Сейчас в фонде Так скажем Волонтеров И наших В смысле Ребята Постоянно меняются Вот То есть Есть Основные Ребята Очень много Кто привлекает Кто-то уходит Кто-то может Кто-то не может Поэтому Такого Количества Я не могу Точно сказать Потому что На каждой организации Какое-то мероприятие Приходит Разное количество людей А вот Именно в штате Такого у нас нет Ну в общем Вы ждете В своих Рядах Всех Кто готов Да Всегда будем рады Видеть Конечно Тогда еще раз Друзья Инстаграм Мы оставляем На парней На фон Космо Белое Сердце В описании Пишите И если вы хотите Помогать С новым отделом То я думаю Всем от этого Будет только лучше Да Спасибо большое Вот Еще раз Рад был тебя видеть Брать Старей Безаимно Давай Надеюсь Скоро увидимся Уже Лично Все обязательно Давай Все Обнялка Давай Пока Ну что друзья Всем огромное спасибо За просмотр этого выпуска Не забывайте подписываться на наш инстаграм На инстаграм парней Из Красно Белого Сердца Все ссылки мы оставим внизу Не забывайте поставить лайк этому видео И комментарий И мы очень надеемся Что скоро Вся эта пандемия закончится И мы с вами уже лично Увидимся на стадионе И погоним дружно Нашу команду Вперед Не забывайте делать добрые дела И естественно Огромного вам здоровья Огромного здоровья вам И вашим близким Будьте аккуратны И берегите себя С вами был Дневник Фаната До новых встреч Пусть обеспровлены мы белее и не Но вражем и шейкам не вынюхать уныне Если вода будет ядом Воздух крушим Выстоим пусть подавятся нашим будущим Пусть обеспровлены мы белее и не Но вражем и шейкам не вынюхать уныне Если вода будет ядом Воздух крушим Выстоим пусть подавятся нашим будущим Пусть обеспровлены мы белее и не Но вражем и шейкам не вынюх уныне Если вода будет ядом Воздух крушим Выстоим пусть подавятся нашим будущим Воздух крушим